На телеканале моя Адмуртия новости спорта. Я Марина Зябина. Здравствуйте. Спонсор выпуска Институт физической культуры и спорта ИЖГТУ имени Александра Тихонова осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению физическая культура. Профиль спортивная тренировка. Выпускники могут работать как педагогами, так и тренерами во всех общеобразовательных учреждениях, а также вести научную деятельность. Телефон для справок 590978. Ночной выпуск с новостей из Казани, где прошел второй этап открытого чемпионата республики Татарстан по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В соревнованиях приняли участие 20 гонщиков. Ижевчане Олег Сертаков и Александр Власов в классе суперспорт заняли второе и третье места соответственно. Золото в этой категории досталось хозяину трассы Даниилу Фёклину. А в глубинке нашей Адмуртии спортивная жизнь кипит не меньше. В Малой Пурге продолжаются президентские соревнования школьников. Готовы ли местные спортивные объекты к столь большому наплыву атлетов узнавала Татьяна Мальцева. Два года назад в Малой Пурге с успехом прошли 20-е летние сельские спортивные игры. Специально к этому старту там построили новый стадион с синтетическим покрытием поля и беговых дорожек. Административное здание с раздевалками, трибуны на 500 мест, спортивный зал. И вот спустя несколько лет здесь вновь проходит масштабное событие – президентский фестиваль школьников. Организаторы от условий проведения в восторге. Мы городские жители, честно говоря, завидуем, что на селе у нас, так скажем, сельские районы имеют такие стадионы. Это Алнаши, Вавош, то есть вот показательно. И в том числе Малой Пурге. Дорожка бегучая? Дорожка просто супер. Супер бегучая? Да. Новый спорткомплекс «Звездный» ребятам тоже понравился. Здесь сейчас проходят соревнования по баскетболу. Но и в остальное время помещение не пустует. Желающих поиграть в Малой Пурге достаточно много. Еле-еле вмещает всех желающих посмотреть на волейбольные баталии зал Малопургинской гимназии. По сравнению с другими спортивными объектами села он уже старичок. И сразу после президентских игр он закроется на косметический ремонт. Впереди учебный год, и зал будет очень востребован. По программе идет три часа в неделю физкультуры в каждом классе. Начиная с первого класса по одиннадцатый. Ну и конечно же кружки, секции и от спортшколы, и школьные кружки. Спортивная жизнь в Малой Пурге кипит. А пока будут проводиться и сельские игры, и президентские, на этих спортивных объектах всегда будет много народа. Еще по одной республиканской спортивной олимпиаде в УВЕ выбрали символ 22-х летних сельских спортивных игр. Им стала капелька воды. Не секрет, что у Винска минеральная вода уже российский бренд. Поэтому капля – самый подходящий символ, заверили организаторы. Напомню, что УВА будет принимать этот турнир уже во второй раз. Старт играм будет дан 2 июля. Игринец Юрий Трофимов выйдет 29 июня на старт юбилейной престижнейшей веломногодневки Тур-де-Франс в составе российской команды мирового тура «Катюша». Ее лидером станет Хаким Родригес, который будет бороться за успех в минеральной классификации. Поддержать его в этой борьбе будут сильные горные гонщики – Альберто Лосада и наш Юрий Трофимов. Младшие коллеги Трофимов пока соревнуются на местных турнирах. Так в Ижевске завершился розыгрыш наград первенства Удмуртии. Приняли в нем участие атлеты 98-го года рождения и младший. Групповую гонку на 30 километров в итоге выиграли – Илья Маденов, Ирина Давитовян. И пловцы Удмуртии подводят итоги года. Сезон у большинства учащихся РС Дюшор завершен. Остался лишь один старт первенства школы, где ребята постарались показать высокие результаты, чтобы и тренеров порадовать, и себя перед тем, как уйти на отдых. 12-летняя Ульяна Вичтумова поставила цель выполнить на этом старте второй взрослый разряд. Поэтому она старалась во всех заплывах плыть максимально быстро и не обращать внимания на соперниц. Тем более, что вода в родном бассейне была в дни соревнований очень легкой. Мне хочется выполнить второй разряд, чтобы показать, что я не зря работала весь год. Чтобы в этом сезоне уже выполнить второй разряд и на следующем уже готовиться к другому. Проплыла Ульяна быстро, но до второго взрослого ей не хватило совсем чуть-чуть. Говорит, обязательно этот норматив выполнят. А в будущем станет известной спортсменкой, как ее кумир Майкл Фелпс. Я хочу быть тоже чемпионкой, как Майкл Фелпс. Вот так вот. Он твой кумир? Да. А почему именно он? Чем он тебе нравится? Ну, он множество рекордов побил. Он как бы бросил свою карьеру в самом разгаре. Ну, у него очень много золотых медалей. Он много устанавливал рекордов. Мне почему-то он нравится. Нравится Фелпс и Роману Гоголеву. Но он на него не равняется. Хочет быть похожим сам на себя. На турнире Роман выиграл все заплывы, обновив при этом один республиканский рекорд. Говорит, впереди в начале июля важный международный старт в Китае, где Гоголев рассчитывает выиграть медаль. Ну, это разминка перед самым данным стартом. Даже в плавках, как бы, простартоваться перед Шанхаем, перед Китаем. Выиграли медаль и улучшили свои рекорды также Дмитрий Кустиков, Вероника Михайлина, Аделина Конышева. Все они с хорошим настроением уйдут на отдых, а соберутся все вместе плавцы в сентябре на тренировочном сборе Нечкина. И последнее. Министерство спорта России по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина уже вовсю ведет разработку всероссийского физкультурно-спортивного комплекса прообразом которого является советский комплекс «Готов к труду и обороне». На заседании коллегии предложили ввести 8 ступеней от «Игра и двигайся» до «Здоровья и долголетия». Предполагается, что с помощью комплекса к 2020 году доля россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится на 40%. Рабочая группа должна до 28 августа доработать его и осенью уже практиковать. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Наша съемочная группа уходит в отпуск. Так что до встречи в августе.